А есть ли реально жизнь на Марсе? А когда мы сможем туда отправиться? Что там за последний год смогли найти марсоходы? И да, научное сообщество сейчас взбудоражено. Чем? Я расскажу вам про последние безумные открытия, наличие следов жизни и даже воды. А наконец оставил самое интересное, поэтому советую досмотреть. А как вообще изучают Марс? Откуда все эти фотографии и видео? И тут марсоходы играют ключевую роль в исследовании красной планеты. Их задачи выходят далеко за рамки простого изучения поверхности. Они помогают НАСА понять прошлое Марса. Его геологические особенности — атмосферу и потенциальную обитаемость, что критически важно для подготовки будущих пилотируемых миссий. Марсоходы предоставляют данные, которые помогают ученым выявить следы древней жизни и возможные ресурсы для будущих колонистов. На сентябрь 2024 года на Марсе работают два активных марсохода — Perseverance и Curiosity. Оба принадлежат НАСА. Perseverance, который прибыл на Марс во феврале 2021 года, исследует кратер Джезера, собирая образцы пород и почвы для последующей миссии по доставке на Землю. Его задачи включают поиск следов древней микробной жизни и тестирование технологий по извлечению кислорода из марсианской атмосферы для будущих пилотируемых миссий. Curiosity же работает с 2012 года и исследует геологические особенности планеты, в частности регион горы Шарп, продолжая предоставлять ценные данные, несмотря на более чем десятилетний срок службы. Китайский марсоход Джуронг, который стал первой успешной миссией Китая на Марс в 2021 году, также недавно входил в число активных, но в 2022 году он перешел в спящий режим из-за скопления пыли на солнечных панелях и вероятность его повторной активации остается низкой, я бы сказал практически нулевой. Хотя вдруг мы скоро и сами отправимся на Марс. А почему ученые выбирают именно марсоходы, а не просто телескопы или спутники? Марсоходы позволяют НАСА проводить уникальные эксперименты, которые невозможны с орбитальных зондов или при помощи стационарных посадочных станций. Благодаря мобильности такие машины могут исследовать различные регионы Марса, прокладывая путь к будущим пилотируемым миссиям. Perseverance, например, собирает ключевые образцы для проекта по возвращению марсианского материала на Землю, что станет важной вехой для науки. Представляете? Или вот эксперимент по извлечению кислорода из марсианской атмосферы. Это же реальная подготовка к будущим колониям, где автономное производство кислорода будет жизненно необходимым для выживания астронавтов. И по слухам, осталось подождать всего несколько десятилетий. Кроме того, марсоходы помогают изучить поверхность планеты, ее состав и историю. Они собирают важную информацию о том, как Марс изменялся с течением времени, предоставляя доказательства существования древних рек и озер. Такие данные не только приближают ученых к разгадке возможного существования жизни на Марсе в прошлом, но и помогают лучше понять, какие ресурсы может предложить планета в будущем. Таким образом, марсоходы — это глаза и руки НАСА на Марсе, предоставляющие огромный объем информации и готовящие почву для следующего шага — прилета человека на Красную планету. Я бы записался добровольцем на такую миссию. А вы? Напишите, как посмотрите видео. Но как вообще устроены марсоходы? Это настоящие мобильные научные лаборатории, разработанные для исследования Марса, его поверхности, климата и потенциальной обитаемости. Эти устройства оснащены множеством технологически сложных компонентов и систем, что делает их одними из самых уникальных и многофункциональных аппаратов, когда-либо созданных человечеством. Основа марсоходов — это их шасси и колесная база. Специализированная подвеска позволяет им легко преодолевать большие камни и другие препятствия. Это критически важно, учитывая сложность марсианской местности. Источники энергии этих роботов также разнообразны — от радиоизотопных термоэлектрических генераторов до солнечных панелей. РТГ прекрасно подходит для миссий в удаленные или теневые районы Марса, где солнечный свет ограничен или отсутствует. Научное оборудование марсоходов включает в себя высокотехнологичные камеры, спектрометры и лазеры, которые анализируют состав пород и почвы. Инструменты, такие как Римфакс, помогают исследовать поверхность на наличие воды или льда, что может быть ключом к пониманию возможной жизни на Марсе. Особенно интересен экспериментальный аппарат MOXIE на борту Perseverance, который тестирует возможность производства кислорода из марсианского СО2, как я и говорил раньше. Процесс производства марсоходов включает в себя сложное проектирование и многочисленные тесты в лабораториях, где каждый компонент тщательно проверяется для обеспечения его надежности в экстремальных условиях Марса. Ведь если какой-то механизм или система откажет, все данные и образцы так и останутся на Красной планете, ученые не могут таким рисковать. Кстати, про открытие, что же удалось найти за последнее время. Среди нескольких недавних находок марсоход обнаружил камни из чистой серы впервые на Красной планете. Это открытие марсоходам Curiosity действительно является удивительным и неожиданным событием, которое может иметь значительные последствия для понимания как геологической, так и потенциальной биологической истории Красной планеты. Это открытие особенно важно, потому что сера обнаружена в несвязанном состоянии в форме чистых кристаллов, что является аномальным для известных геологических процессов на Марсе. В области Гидис, которую исследует Curiosity, было известно о наличии сульфатов, солей, который содержит серу в связанной форме с другими элементами и образуется при испарении воды. Однако до этого момента никогда не наблюдалась сера в чистом виде. Открытие полей ярких желтых кристаллов серы поднимает вопросы о том, какие уникальные и до сих пор неизвестные условия могли сформировать такие отложения. Сера, как правило, ассоциируется с запахом тухлых яиц на Земле, который является результатом выделения сероводородного газа при разложении органических веществ. В то время как элементарная сера сама по себе не имеет запаха и образуется в узких и специфических условиях, ее наличие на Марсе в таком большом количестве может указывать на прошлые геологические процессы, которые были ранее неизвестны ученым, и даже быть признаком густонаселенности в прошлом. Это открытие становится еще более значимым в свете того, что марсоход Curiosity уже много лет исследует гору Шарп, каждый слой которой представляет собой различные периоды в истории Марса. Находки, такие как поле чистой серы, могут предложить новые данные для понимания условий, которые могли существовать в разные периоды времени на Марсе, и которые могли бы поддерживать микробную жизнь. А хотите что-то еще более глобальное? Канал Долины Гедис на Марсе, замеченный из космоса еще до запуска марсохода Curiosity, стал одной из ключевых причин, по которой команда исследователей НАСА выбрала именно эту область для детального изучения. Ученые предполагают, что этот канал был вырезан многократными потоками жидкой воды и обломков, которые в результате оставили за собой гряду валунов и осадочных пород. Эти отложения протянулись на две мили вдоль склона горы Шарп, формируя уникальный ландшафт, который может рассказать многое о прошлом Марса. Изучение Долины Гедис дало ученым уникальную возможность лучше понять, как изменялся этот марсианский ландшафт на протяжении миллиардов лет. С прибытием Curiosity к этому каналу в начале года внимание исследователей было направлено на определение причин формирования обширных курганов-обломков, поднимающихся из глубины канала. Основные гипотезы заключались в том, что их могли сформировать древние поводки или оползни. Недавние данные, полученные марсоходом, подтвердили, что оба эти процесса имели место. Некоторые из обломков, вероятно, были оставлены мощными потоками воды, в то время как другие курганы могли образоваться в результате местных оползней. Представляете? Практически как и на нашей Земле. Или вот фотография, сделанная Curiosity в мае, показала камни с бледными окантовками или ореолами. Эти ореолы на Земле обычно формируются, когда грунтовые воды проникают в породы по трещинам, вызывая химические реакции, которые изменяют их цвет. Анализ камней в курганах обломков показал, что камни, перенесенные водными потоками, часто имеют округлую форму, аналогичную речным камням. В то же время некоторые обломки представляют собой более угловатые камни, что свидетельствует об их отложении в результате сухих лавин. С течением времени вода впиталась в накопившиеся материалы, вызывая химические реакции, которые привели к появлению на камнях белых ореолов. Эрозия, вызванная ветром и песком, со временем выявила эти ореолы, делая их заметными на поверхности камней. Бекки Уильямс, ученый из Института планетарных наук в Туссоне и заместитель главного исследователя мачтовой камеры Curiosity, комментирует, «Это был неспокойный период на Марсе. Здесь было очень много активности. Мы наблюдаем множество потоков в канале, включая энергичные наводнения и потоки с большим количеством валунов. Это подчеркивает динамичное и многогранное прошлое Марса, которое ученые продолжают раскрывать благодаря миссиям, таким как Curiosity. Присутствие воды на Марсе всегда было главным вопросом для ученых, и кажется, что каждое новое открытие вносит все больше сложности в уже известную нам историю этой планеты. В поисках дополнительных ответов команда миссии Curiosity с нетерпением ожидала возможности взять образцы пород из канала долины Гедиз, что стало возможным 18 июня. Процесс выбора места для бурения был непрост. Необходимо было найти достаточно крупную и устойчивую скалу, подходящую для безопасного бурения, что осложнялось рыхлым и наклонным рельефом местности. В конце концов, выбор пал на скалу, которую назвали Мамонтовыми озерами. Эта скала обещала быть интересной для исследования, ведь, по мнению ученых, она могла содержать ключ к пониманию геологической истории воды в этом регионе. С помощью мощного бура на двухметровой роботизированной руке Curiosity успешно пробурил отверстие, ставшее 41-м по счету на его счету. Процесс бурения превратил часть скалы в порошкообразную породу, которая была затем передана во внутренние аналитические приборы марсохода. Эти приборы предназначены для детального анализа состава породы, что позволит ученым получить еще больше информации о материалах, из которых она сформировалась, и, возможно, о присутствии воды в этом регионе в прошлом. После успешного завершения бурения и анализа проб Curiosity продолжил свое путешествие по каналу, оставляя за собой Мамонтовые озера и направляясь к новым геологическим объектам. Каждый участок канала может раскрыть новые секреты о марсианском прошлом, и каждая найденная порода может рассказать ученым новую историю о давних изменениях климата и возможностях для жизни на этой загадочной планете. Но что я только про один марсоход рассказываю? Ведь есть еще Perseverance, который сделал невероятную находку потенциальных следов древней микробной жизни на Марсе. Что он делает? Он начинает верить. Представляете? Находка была сделана в долине Неритвы. Регионе, который ученые считают древним водоемом, что увеличивает вероятность наличия жизни там в прошлом. Камень размером примерно 1 на 60 сантиметров содержит длинные белые прожилки, состоящие из сульфата кальция. Эти отложения могли образоваться в результате деятельности проточной воды, что само по себе является важным индикатором потенциально благоприятных условий для жизни. Еще более интригующей является находка пятен, содержащих железо и фосфат, диаметром около миллиметра каждая, которые могут быть окаменелыми следами бактерий. На Земле подобные микроструктуры часто ассоциируются с окаменелостями микроорганизмов. Это предположение основывается на сходстве с земными аналогами, где подобные минералы часто связаны с биологической активностью. Таким образом, если эти структуры окажутся биогенными, это может значительно продвинуть наше понимание условий, при которых жизнь могла существовать на Марсе. Важность этой находки усиливается тем, что марсоход успешно взял образец данного камня для дальнейших исследований. Однако возникает вопрос о том, когда и как этот образец может быть доставлен на Землю для более тщательного анализа. На текущий момент детали доставки образца не определены, что делает дальнейшие исследования зависимыми от возможностей и инструментов, доступных непосредственно на марсоходе. Такие открытия не только возбуждают научное сообщество, но и поднимают новые вопросы о прошлом Марса, возможности существования жизни на других планетах и о том, как мы можем исследовать эти вопросы в будущем. А что скажете про наличие жидкости в глубинах планеты? Открытие потенциальных подземных запасов жидкой воды на Марсе представляет собой значительный прорыв в понимании условий на этой планете и возможностей для будущих колонизационных миссий. Согласно последним данным, полученным с помощью космического зонда Mars Insight Lander под поверхностью Марса на глубине от 10 до 20 километров могут находиться значительные запасы жидкой воды. Это открытие основано на анализе сейсмической активности Марса, которую регистрировал зонд с 2018 по 2022 год. Ученые использовали данные о скорости сейсмических волн для определения типа материалов, через которые волны проходили. Этот метод аналогичен техникам, используемым на Земле для поиска подземных резервуаров воды, нефти или газа. Результаты исследования указывают на то, что жидкая вода все еще может существовать под марсианской поверхностью, что может объяснить, куда исчезла вся вода, которая ранее существовала на поверхности Марса. Некогда богатая водоемами планета со временем превратилась в безжизненную пустыню и предполагалось, что вода либо испарилась, либо улетучилась в космос. Однако новые данные предполагают, что значительные объемы воды могли быть законсервированы под поверхностью. Это означает, что будущие миссии могут не только подтвердить эту находку, но и использовать местные водные ресурсы для поддержки жизни и деятельности на Марсе. Тем не менее, технические сложности, связанные с бурением на глубину 10-20 километров в марсианских условиях, представляют собой значительные инженерные и финансовые вызовы. Это открытие не только укрепляет надежды на возможность колонизации Марса, но и подчеркивает необходимость дальнейших исследований для более точного понимания геологического строения планеты и потенциальных способов доступа к скрытым водным ресурсам. А как вы думаете, когда нога человека ступит на поверхность Марса? И правда мы сможем организовать там полноценные колонии? Пишите свое мнение в комментариях, с удовольствием прочту. И да, если вы любите удивительные истории, умеете писать сценарии, монтировать или озвучивать ролики, то переходите в телеграм-бот по ссылке в описании, буду рад сотрудничать. Спасибо за просмотр!